Всем привет, меня зовут Ковалевская Настя и сегодня мы нарисуем милый скетч с котенком с помощью маркеров скетч маркер. Используемый референс вы найдете по ссылке к видео. Начинаем с карандашного наброска. Сразу скажу, что мы не ставим перед собой задачу выполнить точно анатомическую копию. Нам важнее передать характер героя, детали и текстуру. Поэтому начинаем отрисовку наброска с определения общих пропорций и формы. Введя линии карандашом, я как бы считываю только направление контура, без деталей. Субтитры создавал DimaTorzok Ведя работу от общего к частному, гораздо легче исправить ошибки на начальном этапе. Когда мы определились с направлением, начинаем наращивать объем. Поскольку наш зверек пушистый, очень сложно понять, как у него расположены суставы и косточки. Поэтому для нашего скетча условной прорисовки объема тела будет вполне достаточно. Основную работу мы уже проделаем цветом. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь переходим к мордочке. Тут нужно проработать внимательно. От того, как мы расположим глаза, носик и так далее, будет зависеть характер итоговой работы. По центру наметим осевую линию. Так будет проще оценивать пропорции и расстояние между деталями. На данной линии отмечаем носик и ведем две направляющие глаза. Перпендикулярно нашей осевой линии проведем две линии, наметив место под глаза. Опродлив линию от глаз, мы находим положение ушей. Теперь смягчаем наш угловатый контур и уточняем детали. Стоит сказать, что подробность карандашного наброска зависит только от вас. Важно, чтобы при работе с цветом у вас не возникло сложности с положением той или иной детали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Приводим в работу последнее уточнение карандашом. К слову, места бликов на зрачках мы будем показывать белой ручкой, поэтому подробно прорисовывать глаза не нужно. Субтитры создавал DimaTorzok Снимаем лишние линии, чтобы они не путали нас в дальнейшей работе. Лично для меня такой подробности в эскизе достаточно, поэтому я снимаю общий тон карандаша клячкой и приступаю к работе с цветом. Необходимую палитру оттенков вы видите слева. Начинаем работу с маркера BR75. Этот оттенок будет выступать как базовый, то есть, выполнив заливку этим оттенком, остальные будут ложиться поверх него. Так маркеры будут смешиваться более плавно. При заливке обходим белые участки шерсти на мордочке и лапках. Глаза и нос также не закрашиваем. Вводим в работу теплый рыжий оттенок O53. Данным маркером мы показываем текстуру. Начинаем с мордочки. Закрашиваем ушко, оставив нетронутым участок внутри. Показываем узор на мордочке котенка. ДОНức ТОЛИНСКИ БЕЗЕЛЬМaus Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Следующий оттенок BR13 Данный маркер мы задействуем как обобщающий и теневой На мордочке смягчаем переходы штрихов и создаем тень от головы на теле, чтобы дополнительно отделить эти части Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Обратите внимание, что рисуя ребром пера, мазок получается на тон бледнее. Таким образом можно создавать легкую тонировку. Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Наложение данного маркера поверх предыдущего рыжего немного приглушает его и делает более естественным. Поэтому не бойтесь смешивать разнотонные оттенки, одинаковые по насыщенности. Это всегда смотрится интересно и выигрышно. Добавил субтитры DimaTorzok 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 Следующий маркер BR11 С его помощью мы добавляем объем нашему персонажу. Усиливаем акцентные места на мордочке и тени на теле. Добавил субтитры DimaTorzok 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 Углубляя оттенки важно не переборщить с темными, иначе тот объем, который мы так усердно лепили, просто потеряется. Поэтому мы ведем работу постепенно от светлого к темному. Чтобы смягчить переходы или штрихи, возьмем оттенок О53. Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Мы почти закончили с шерстью, но давайте немного отвлечемся и проработаем глаза и носик. Номером B53 закрасим глазки. Пока оттенок подсыхает, номером R92 закрасим нос. Затемним глаза номером B112. Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Маркером BR11 покажем ноздри. И серым оттенком CG3 закрасим зрачок. Добавил субтитры DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok А затем штрихами вырисовываем светлые шерстинки То есть в данном случае мы работаем в обратном порядке ДимаTorzok Если у вас нет маркера с кистью попробуйте поработать наконечником долото Благодаря его гранености оно может создавать очень тонкие штрихи ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok После высыхания маркеры могут немного светлеть, поэтому я еще раз усилю оттенок на зрачках. И финальными штрихами давайте покажем шерстинки белым пастельным карандашом. Лучше рисовать сухой пастелью, потому что ее легче размазать пальцами и создать мягкий и фактурный мазок. Добавил субтитры DimaTorzok 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 Ну и конечно наметим нашему малышу усики. Субтитры DimaTorzok На этом наш урок окончен. Спасибо, что посмотрели. Я надеюсь, он был интересным и полезным для вас. Обязательно выкладывайте свои работы в инстаграм. Я желаю вам творческих успехов и до новых встреч!